Здравствуйте, эфир Канал Культуры, программа Наблюдатель. Сегодня наблюдатель доверенный мне. Меня зовут Андрей Максимов. 100 лет Юрия Петровича Любимова. Вообще, когда исполняется 100 лет, человек век, человека, которого ты знал, это невероятно. Но, тем не менее, это так, 100 лет одному из величайших театральных режиссеров, реформаторов, строителей 20 века Юрия Петровича Любимова. Сегодня мы будем вспоминать о нем, смотреть некоторые фрагменты из его спектаклей, из репетиции его спектаклей. Как всегда, в прологе я задаю один и тот же вопрос, люди на него отвечают, я их представляю. Вопрос мой такой. Я вот сейчас репетирую в театре Вахтангова, где Юрий Петрович сыграл, он же был еще замечательным актером сначала, сыграл множество ролей. Там очень много режиссеров сейчас ставят, и не только в театре Вахтангова стоит много режиссеров. Как вам кажется, чему самому главному театральные деятели, именно люди театра, могут научиться у Юрия Петровича Любимова? Или, может быть, должны у него научиться? Как всегда, когда у нас в студии женщина, я начинаю с нее, а тут понятно, почему я с нее начинаю, тем более. Это Каталин Любимова, председатель правления Благотворительного фонда развития театрального искусства Юрия Петровича Любимова. Я очень люблю слово «вдова», поэтому я буду говорить «жена Юрия Петровича». Итак, чему, как вам кажется, должны научиться театральные люди, режиссеры, нережиссеры Юрия Петровича Любимова? Прежде всего, предполагаю, что если Юрий Петрович сидел бы на моем месте, сказал бы преданность своему делу и дисциплины. Преданность своему делу и дисциплину. У нас такая удача пришли два соратника Юрия Петровича Любимова, оба выдающиеся деятели, выдающийся художник, художник, режиссер Борис Леевич Бланк, человек, который делал «Доброго человека из Сизуана», который делал много чего, много каких оформлял спектаклей, снял несколько картин, но в данном случае важно, чтобы делать «Доброго человека из Сизуана». Итак, как вам кажется, чему театральные люди должны научиться у Любимова? Ну, я думаю, у человека такого таланта только одному – театральной интуиции, а ей научиться невозможно. Поэтому, я думаю, ничему, кроме восторга от того, что был театр, роскошный театр. То есть учиться у этого человека нельзя? У него и нет учеников, и у Таирова не было учеников, потому что это два режиссера совершенно особой театральной интуиции. Это театральная интуиция, это их особый дар, потому что для Любимова всё в театре – стена, штанкет, всё – это был театр. Любимов – это сам театр. Я бы сказал, вот, знаете, как раньше был? Ходячий театр, так сказать, он имел при себе ходячие музыканты, он играл на всём. Вот Любимов практически, я даже не могу сказать, что… Ведь обратите внимание, что он начал с театра, особого театра, пластического театра, брехтовского театра, как угодно называйте. Его даже нельзя причислить к каким-то, к какому-то единому стилю театральному. Это как бы свободное путешествие в театральном пространстве. Начал, и это был гражданский театр, а закончил свой круг на абсолютном театре, как бы отойдя от общественного мнения, от общественного соучастия абсолютным театром, вот чистым театром. Когда вот всё в театре, стена кирпичная, ну всё, для него был театр. Понятно, масса вопросов возникает, мы ещё всё обсудим. Владимир Иванович Мартынов, человек, который при жизни уже называют классиком, народный артист России, выдающийся композитом. Как вам кажется, чему можно? Тут уже две точки зрения. Можно научиться? Нет, я, пожалуйста, говорю, что с этой точки зрения научиться ничему невозможно, я просто могу сказать по-другому скажу, потому что нет людей, которые способны научиться. Дело в том, что Юрий Петрович, мне кажется, представляет собой такую пограничную фигуру, после которой кончается эпоха, и начинаются люди совсем другой породы, что ли, да? Которые не способны уже делать то, что было способно делать поколение Юрия Петровича Любимого. А это что такое? Последнее из магикан такое, да? А что такое они могли делать? Ну, грубо говоря, великое искусство, великие произведения искусства и такие произведения искусства, которые могли, как сказать, резонировать, ну, социально, антропологически, экзистенциально. Сейчас нет таких вещей, да? Сейчас другое дело, сейчас играют на каких-то, я не знаю, журналистских, политических, гендерных и других таких вещах. Но вот то, что называется высокий поэзис, он, как сказать, сейчас, он просто неупотребён, он вышел из употребления. Поэтому, конечно, Юрий Петрович был один из последних людей, ну, вот такой, можно сказать, Васильев. Можно назвать вот людей этого поколения, но вот, наверное, пример Юрия Петровича Любимого, он гораздо более яро, потому что он, как ещё, личность, понимаете, это ещё, как говорится, вот такое слово, экземпляр человека совершенно неповторимый, просто даже биологически, сейчас таких людей просто нет. Поэтому, как сказать, ну, с ним рядом некого поставить, просто биологически даже сказать не будет. Поэтому тут учиться бесполезно, просто, как сказать, надо вот понимать, кто он и кто мы. Понятно, что эфир про Любимого не мог начинаться обычно, всё, мне кажется, достаточно неожиданно. Давайте сейчас вспомним Юрия Петровича, посмотрим небольшой фрагмент из его репетиции «Маленьких трагедий», вернёмся в студию. Ну, надо подобрать, надо штаканы настроить. Это же главный кусок. Тогда может быть безбожный пир, безбожные безумцы. Что вы творите с миром, что вы творите, отдумайтесь, пока не поздно. Тогда это будет произведение вселенское, соборное. А иначе, ну что, ну, ещё раз маленькие трагедии поставили. Залетел, как некий Херувим, и несколько за нём занёшь нам печен райский, чтоб в нас без крылых потом улететь. Так улетай же, сволочь! И всё медлил я. Что? Умирать? Нет, подожду. Я внил то-то, я внил то-то. А вот сейчас... Переходи. И как крокодил жрёт и плачет. В чашу дружбы. Ладно, я всё трепался с вами, надоело. Пора. Хе-хе-хе-хе. Кака бы вы, друзья, куда бы не вздумали, готов за вами я. Повсюду следовать надменной, убегая к подножию стены. Только заводитесь! Скажите, пожалуйста, Катарина, вот тут всё-таки такие две точки зрения, что можно научиться, нельзя научиться. Вы считаете, всё-таки ещё можно, или вы считаете, что всё-таки нельзя? Я повторяюсь, если человек с такой же отдачей попробует подойти к своей профессии, я имею здесь в виду актёра или режиссёра, плюс соблюдает дисциплину, потому что без дисциплины театр тоже превращается, извините, я не хотела сказать во что, то тогда ничего из этого не выйдет. Но если человек относится серьёзно к своему делу, всё-таки что-то может использовать, чтобы потом вышла неплохой спектакль. Скажите, вот Юрий Петрович ушёл от нас в очень почтенном возрасте. Он думал о том, что будут наследники театральные, режиссёры какие-то. Он специально не хотел никого воспитывать, смену себя? Или ему просто это было неинтересно? Не в этом дело, что неинтересно. Конечно, он готов был воспитывать, но вот этот режиссёрский, актёрский материал, он оказался, но не совсем подходящий для Юрия Петровича, потому что как он работал, с таким методом, который он работал, не все понимали и не все приветствовали. Для этого, конечно, нужно было бы найти какого-то совершенно невероятного человека, личности, таким талантом, который стопроцентно воспринимает метод любимого. Такого не нашлось? К сожалению, по моему разумению, не нашлось. Скажите, пожалуйста, Борис Леонидович, «Добрый человек из Сизуана» – это один из самых легендарных спектаклей 20 века. Их нет, у Мерхольда есть, у Таирова есть, их просто очень-очень мало. Вы, что называется, стояли у стопа, видели, как это всё делалось. Когда это всё делалось, это был спектакль, я просто скажу нашим людям, что это был спектакль студенческий сначала, а потом студенческий спектакль оказался таким, что вот его стали играть в театре мало кому тогда известным популярным театром, который как-то иначе назывался, а потом он превратился в театре на Таганке. Это я рассказываю здесь не вам, а рассказываю зрителям. Вы, когда начинали это делать, было ощущение, что это просто новый театр, что это какой-то манифест нового театра, или просто делался очередной спектакль? Нет, у меня ощущений такого не было. Потом это ощущение, как правило, приходит позже. Но просто я перед этим занимался Брехтом, у меня дипломная работа в Абгике, была карьера Артуруи, это был Герасимовский курс, знаменитый довольно спектакль, Зигфрид Кюм ставил его. И когда я столкнулся с Брехтом, я просто понял, что это моё, вот это моё. И я даже, так сказать, сразу хотел работать в театре, я не в кино, хотя я оканчивал в ГИК, и художественный факультет в ГИКа. Поэтому для меня это всё было естественно. Мало того, когда мы встретились, с Любимовым очень просто было работать, именно потому что просто, да, абсолютно. Мне было просто. Характер был сложный, я же не говорю ни о характере. Я говорю о, ну, что называется, о процессе творческом. Мне было очень просто. Во-первых, я окончил в ГИК. Любимов, его основное свойство режиссёрское, и что его отличало, и отличает до сих пор от всех режиссёров театральных, он кадровал спектакль. Для него спектакль вне раскадровки. Он должен был все эти картинки, ну, как кино. Он практически делал кино на сцене. Поэтому мне было очень легко, потому что я привык к раскадровкам. Это была, так сказать, наша, как бы, учебная ипостась. Он делал спектакль, как фильм? Абсолютно верно. Он делал спектакль, как фильм. Даже к актёрам подходил. Скорее даже, как к актёрам съёмочным, когда, вот, берёт, так сказать, режиссёр актёра, ставит его на нужное место в кино. Времени мало. Особенных репетиций он не может предложить. Поэтому он ставит на своё место. Если он точно находит это место и точно даёт ему какую-то характерную структуру, всё. Он так работали бы вообще? Абсолютно. Его не очень интересовали психологические нюансы. Это был не его стиль, даже не его чувства. Он это не чувствовал. Это его мало интересовало, несмотря на то, что он был актёр, так сказать, сам актёр. Его интересовали сломы. А его интересовала очень картинка. А актёры сразу, вот, молодые актёры-студенты, они сразу приняли такое вот отношение? Или у них, пускай они были молодые, у них не было особо выбора? Дело в том, что для Любимова это было неважно, приняли они или не приняли. Он заставил их принять. И он не убедил их. Он их просто точно тренировал на свой метод. Когда они увидели, что это имеет успех, они поверили. А раз поверили, всё. Давайте посмотрим. У нас есть небольшой фрагмент из «Доброго человека сезона». Давайте его посмотрим. Сон, бежите, они не тякнутся с невестой. За что мы выпьем? За будущее. Когда жениху не нужно будет брать на прокат смокинг. Ай-яй-яй! Я в восторге от собственного сына. Я всегда говорила ему, он может взять любую. И что он мне говорит теперь? Я женюсь по-любби, мам. Деньги ещё не всё. Ну что вы торопитесь? Вознаграждение, соответственно, возрастает. Мы ещё подождём, дорогая моя. О, да, да. Один из самых уважаемых гостей ещё не прибыл. Мама. Извините, пожалуйста. Пока есть вино ждут охотно. Нам некуда торопиться. Перед бракосочетанием я хотел бы устроить тебе маленький иступительный экзамен. Это совсем не бесполезно в наше время, когда так скоропалительно заключаются браки. Я понятия не имею, что у меня будет за жена, а это меня волнует. Так вот, ухитришься ли ты, например, из трёх листиков чая сварить пять чашек чая? Нет, сон, это невозможно. Ну, значит, я буду без чая. А сможешь ты улезть на тюфике величиной в молитвенник? Вдвоём с тобой? Одна. В этом случае нет. Ой, я в отчаянии, что у меня будет такая жена. Я думаю, что вы все узнали Владимира Семеновича Высоцкого, Алла Демидовича Славину. Владимир Иванович, я много раз брал Юрия Петровича интервью в разных программах. Не было случая, чтобы он не рассказывал про вас в самых возбытых невероятных интонациях и невероятных эпитетах. Вам тоже с ним было легко работать? Да, безусловно. Конечно, были, как сказать, может быть, какие-то изначальные такие трения, потому что всё-таки у нас довольно разные эстетические позиции, и даже, может, антропологические какие-то разные. Но работать было легко, потому что, понимаете, вот человеком такого масштаба, ну, как бы все вопросы снимаются, даже если есть какие-то разногласия. Потому что, ещё раз повторяю, вот неповторимость его вообще какой-то личности, неповторимость его вообще вот как человека, вот масштабность, да, в какой-то степени какие-то вот эти разногласия отходили на второй, на третий план, потому что ради, как сказать, вот соприкосновения с ним, ради сотворчества с ним... А могло такое быть, что вы предлагаете ему некую, я не знаю, мелодию или что-то, он говорит, нет, мне не нравится, это не может. Не, ну, слушайте, на таком уровне вообще... Вы просто, понимаете, меня даже рассмешили, потому что об этом, это вообще об этом разговор не был. разговор, вот, понимаете, если что-то... Вот, что с моей точки зрения, предлагались какие-то темы, которые, вот, я имел участие, как сказать, предложить, и он согласился. От спектакля оберевыв, да, вот, которые сделаны, ну, какой-то, с моей, в какой-то степень подачи, да, то есть, вот, ну, для него вот открылась, в общем, и Хармс, и Веденский, вот, мы это обсуждали, и... То есть, вот на таком уровне, а, в принципе, понимаете, между нами было такое, как сказать, взаимопонимание, что если, то есть, у нас не было, вы говорите, какие-то смешные вещи, темы никто не предлагал, то есть, он говорил, что нужно, я приносил, это было, да, то есть, такого, чтобы, как иногда бывает, что в корзинку что-то пошло, какие-то вот, ну, какой-то... Возы, не-не-не-не-не, это отпадает. Нет, просто понимаете, потому что здесь вот, ну, у меня вот два таких случая взаимопонимания, вот еще Васильев и Любимов, да, когда просто мы что-то говорим, даже пару или там одно даже слово, что нужно, и это делается, и все. Батарина, я Вас не могу не спросить, какие-то самые главные мероприятия в связи со столетиями Любимова? Уже у нас есть один из самых значительных встреч с Любимовым, это выставка, которая открылась в Музее Москвы. Во время выставки, который открылся 30 августа и заканчивается 27 октября, мы создали фестиваль перформансов посвящения Любимову. Так что почти каждый второй-третий день есть некие события, которые, если приходит зритель, он может, можно сказать, бесплатно присутствовать на этих лекциях, перформансах, спектаклях, концертах. И это тоже некое сильное обогащение, не только чтобы мы выставку предоставили, а все остальное, чтобы показать разносторонность творчества Юрия Петровича. Кроме всего прочего, у нас концерт посвящения в Большом театре на исторической сцене. Первое представление Владимира Мартынова, произведение, которое посвящает Юрию Петровичу. Давайте посмотрим, у нас есть небольшой фрагмент. КОНЕЦ 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 Кроме всего прочего, мы вручаем третий раз премию Юрия Любимова. Это мы потом поговорим отдельно про эту премию, мне кажется, очень интересно. А далее я еще хотела сказать, который очень значительно и для меня, и для Юрия Петровича, и я думаю, что для тех людей, которые ценят классическое музыкальное искусство, это концерт, сонный концерт, ин меморием Юрия Любимова, сэра Андаша Шифа в Большом зале консерватории. Далее еще концерт Камерного оркестра Официна Музикали из Италии. И потом еще есть один концерт, сольный концерт в октябре 25-го, а 23-го ноября мы заканчиваем вот этот период концертов, посвященных Юрию Петровичу. Почему столько концертов? Потому что Юрий Петрович очень любил музыку. Скажите, пожалуйста, Брехт Леонидович, меня все-таки так задело, скажу прямо, что ничему нельзя научиться у Любимова. Ну, хорошо, это ваша поэция. А вы тоже у него ничему не научились? Лично вы? Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что я пришел с уже ощущением Брехта, с гигантской любовью. Это даже не любовь, заколдованность. Но вы же много что с ним делали, не только Брехта. Да. Но вот так мы начали. Да. И я даже не знаю, так сказать, кто что... Это были совершенно студенческие взаимоотношения. Единственное, что, кстати говоря, меня удивило, что, и это было совершенно новое, что Любимов привнес в Брехта лиризм, определенную лирику. Он ушел от жесткости. И я даже сначала думал, что это нарушение некоторого брехтовского образа. Но вот нет, это оказалось совершенно прекрасным и удивительным явлением по отношению к Брехту. И, знаете, ну вот когда работаешь и чувствуешь, что все твое, тогда не знаешь, чему учиться. Только радость от того, что это совпадало. А вы сейчас можете объяснить? 50 лет прошло, да? Больше уже. В чем был... Почему такой успех был у этого? Почему у театра дальше, понятно? А почему у этого спектакля Брехт приходит китайскую, в общем, историю? И почему такой был успех? Был такой... Я этого, естественно, не могу помнить, но я читал об этом много, что был такой невероятный успех, когда все стали это смотреть. И это говорит, в чем дело? Знаете, как я говорю, спрашиваете, отвечаю. Значит, отвечу. Ну, опять-таки, отвечу, как я понимаю. Дело все в том, что после так называемого культового театра, то есть долгих времен, ну, такого уже, такого плотного сталинского театра, ведь в театре в советском было все. То есть все, к чему мы потом тоже приходили, это все уже когда-то было, но это было надолго забыто. И практически театр пришел к бутафорской духоте на сцене, потому что эта бутафорская духота заменяла вот тот какой-то некий интеллектуальный и душевный, душевные, так сказать, проблемы, которые нельзя было ставить. Пришло время, почему-то сказать, такое оформление, почему оно у нас так произошло, почему Любимов так делал, потому что нужно было освободить пространство для чувства и мысли. Вот эти годы после культового, и когда вдруг надо было разрядиться, нужно было пространство, пришел театр пространства, аскетизма, который бы не давил ни мысли, ни чувства. И Любимов поразительно в этом смысле совпал с общественным настроением. Вот это было уникальное совпадение, счастливое, потрясающее, когда даже никто не понимал иногда, в чем дело, в чем фронта. Хотя Любимов очень четко строил, опять-таки, он строил как, знаете, по принципу немого кино, опять-таки кино, когда отдельные фразы, очень важные для какого-то общественного понимания или политического понимания спектакля, он их просто выделял вне категории, ну, так сказать, психологической подготовки. Он просто их как бы внутри спектакля выделял и шел с этим к зрителю. И все совпало. Совпал слом пластического решения. И совпали общественные настроения. И Любимов оказался тут. Скажите, Павел Владимирович, а как вы познакомились? Вообще, как знакомились с режиссерским почетом? Ну, это, как сказать, все по-разному, но если конкретно говорить, то нас познакомил Дима Покровский, Дмитрий Покровский, да? Дело в том, что, значит, это в 96-м году был, у меня была премьера «Ночи в Галиции», где для ансамбля Покровского был. И Покровский пригласил Юрия Петровича Любимова на фестиваль «Альтернатива», где это исполнено. И, в общем, вот тогда Юрий Петрович как бы был очень, так сказать, впечатлен, подошел и сказал тоже такую замечательную фразу, после которой вот наша дружба как-то завязалась. Он сказал, я вот часто присутствую при том, как слово рождается, но впервые присутствую при том, как оно умирало. А это моя тема, смерть слова и конец вот этой самой вербальной эпохи. И, ну, сразу вот между нами какая-то искра проскочила, и, ну, и вскоре, ну, как я не побоюсь этого слова, между нами завязалась какая-то очень дружба, несмотря на возраст, на, конечно, возраст такой, какой-то у нас был уже разрыв возраста, где какие-то дружеские чувства невозможны. Вроде бы и его масштаб, и мой масштаб тоже несовместим. Но как бы вот это произошло, и вот мы как бы стали, я бы вот не побоюсь этого слова, друзьями. И осошлись мы еще на чем? Потому что вот у меня тогда была идея с апокалипсисом, и я ему сразу это предложил, эту тему, и он тоже загорелся. И вот мы шли к этой теме, а пока мы к ней шли, мы вот пошли другие спектакли. Это первые братья Карамазова, потом вот в круге первого Сыгженицына, ну, и потом вот мы с ним более 20 спектаклей сделали. Но началось все с того, что вот мы с апокалипсисом, в общем, да. Более 20 спектаклей? Да, да. Он же ставил год по спектаклю, иногда по два, а иногда и по три спектакля в год. То есть это плодовитость, конечно, богослужа. Мы сейчас чуть позже посмотрим фрагменты спектакля «Шарашка». Вот, например, «Шарашка», неважно какой. А как он давал задание? Как вот работает с композитором-режиссер? Нет, ну, просто понимаете... Вот «Шарашка», например, вот как все происходит? Нет, ну, просто понимаете, вот как с ним происходило. Конечно, очень много времени уходило, то есть не на обсуждение музыки. Он просто, вот брался текст, и он просто читал. Говорит, мы вдвоем сидели, и он просто вот читал. Говорит, вот здесь вот что-то нужно, да? То есть, короче говоря, иногда вот эти чтения, чтения по два и по три раза, все. Потом он некоторые места перечитывал по много раз, там, ну, и некоторые... Ну, в общем, короче говоря, вот это была читка. Причем, надо сказать тут тоже вот, почему с ним это общение такое было. Конечно, вот уникальный человек, у которого научиться ничему не... Понимаете, вот это же он не уникально в этом смысле. А чему можно научиться у Феллини или Антониони? У них есть ученики или у Бергмана? Нет, у них это невозможно научиться. Я что хочу сказать, что вот во время этой читки, конечно, он еще был, конечно, великий артист, кроме как режиссер. И вот эта его интонация, вот эта его даже стикуляция, когда вот во время этих читок, вот на спектаклях даже близко ничего не было к тому, что он делает. То есть вот эта интонация, этого прочтения, никто из даже вот этих актеров, самые любимые, самые выписанные, они даже, ну, на 10 голов не подходили к нему. Поэтому, конечно, здесь вот такой этот разрыв был. Ну, в общем, и когда вот эти читки происходили, я, как бы он, как говорится, на каком-то сегистированном таком уровне давал понять, что надо делать. Я просто приходил и... Давайте посмотрим небольшие фрагменты шарашки. Статья 20-я. А. Признать врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР. Пусть там, на Западе, хоть подохнет. Ой, хорошая статья, Александр. Я кончил. Ой, нет, простите, я не кончил. Вы знаете, вы знаете, вот это все у нас началось, вы не поверите, с полкопейки. Году в 26-м, от каждой кассы, писела табличка. Требуйте стачи полкопейки. И монета была такая полкопейки. И вот сперва исчезла полкопейки. Силет и началось. Не дают стачи, хоть тресни. Нет. С тех пор никак и не наладится. Нищит, да не полкопейки, Христа ради просит, Отребует, граждане, подайте ромы. За полкопейки, за полкопейки не постояли, Вот пол жизни и потеряли. Полкопейки — это уважение к человеку. Катерина, я хотела вас спросить про премию. Насколько я знаю, она может выдаваться людям любых профессий за профессионализм. А как это определяется? Как является профессиональным человек или нет? Что такое профессионализм? Наверное, каждый человек понимает это по-другому. Но как понимал Юрий Петрович, скажу сейчас. Это беспрекословная преданность своей профессии. Если ты актер, ты должен через дисциплину всё-таки соблюдать те правила, которые дают потом результат, от которого уже получается так или иное, но хороший спектакль. Здесь люди не привыкли полностью отдаваться своему делу. Потому что изменилась очень сильно ситуация и в стране, и в самой профессии. И когда актеры, режиссеры вынуждены бегать по разным театрам, работам и так далее, они не могут концентрироваться на одну работу. А потом постепенно это уже переходит в некое, ну, как вам сказать, лёгкое отношение к своему делу. И тогда уже позволяют себе не приходить вовремя на репетиции, добавлять забитый текст от себя, и другие тоже неприятности. Но так серьёзно нельзя создавать хороший спектакль. То есть так нельзя создавать. Главный критерий профессионализма – это преданность. Да. Это критерий Юрия Петровича, это тот критерий, по которому вы выдаёте премию Любимова. Скажите, Павел Доброисович, я вот так прикинул, большую часть вашей жизни вы знали Юрия Петровича Любимова. То есть если взять сколько лет вы его знали и не знали, большую часть, да, так получается, что большую часть жизни вы его знали. Вот когда вы вспоминаете Любимого, что вспоминается в первую очередь? Образ, история, голос. Что вспоминается? Прежде всего одно. Тот период, когда мы с ним не общались. Почему? Неожиданно опять же. Потому что Юрий Петрович был человеком удивительным. Но он был творческим человеком. И, безусловно, так сказать, он жив, как любой человек театра. Он меня, кстати говоря, вот чему научил, так это некому театральному, театральной условности в поведении. Потому что мы должны были делать «Галилеи». Я приезжаю, значит, добро пожаловать. Съёмки были или посторонний вход посвящен. Мы должны были делать «Галилеи». Он сделал там промежуточный спектакль, ну, который он и сам считал, наверное, неудачным. И мне он показался неудачным. И он спрашивает, так сказать, меня, Боря, ну как? Я говорю, Юрий Петрович, по-моему, ужасающе. Что ещё раз объясните, что это за спектакль? Где это? «Герои нашего времени». Это был промежуточный спектакль, и я... Как что значит, промежуточный? Ну, он, ну как сказать, ну вот бывают столбовые спектакли, которые отражают метод, характер. А это так, как бы, между прочим? Ну, вот как-то вот так получилось. Даже не понимаю, почему, что. Ну, вот... И вы Любиму сказали плохо? Я Любиму сказал. Любимый Юрий Петрович улыбнулся. Мы обнялись. Я сказал, Юрий Петрович, ну, следующий Галилей будет гениальный. И 30 лет он со мной не общался и не разговаривал. Через 30 лет мы прекрасно опять... 30 лет за то, что вы сказали, что плохой ходит? 30 лет, потому что что-то запало. Что-то то ли я не в той форме сказал. А у нас же были отношения совершенно студенческие. Поскольку я начал-то с его студии, с его курса. Мы начали работать. Что-то там, очевидно, не совпало. И вдруг Юрий Петрович, так сказать, раз и исчез. И 30 лет не было. Но я должен сказать, это был замечательный пример для меня, что театр – это особая структура. Обидчивая, нервная. Поскольку в кино можно ведь и за грудки хватать друг друга, и матом крыть. Но потом получилось, и ты опять собрался. В театр – нет. Там запомнят все, каждую фразу. Это нервная структура. Поскольку это семья, основанная на дом, основанная на сложных взаимоотношениях. Я тогда этого ничего не понимал. Я и до сих пор это не всегда понимаю. К сожалению. И я повторял такие ошибки, которые мне тоже дорого стоили. Но вот это было так. Юрий Петрович был вообще человек очень сложный, внутренний очень сложный. Все гении, вообще простые гениев. Конечно. Поэтому я его любил и люблю. Потому что он близкий мне человек. Близкий. По очень многим обстоятельствам. И потому что он мне нравился. Владимир Владимирович, а можно объяснить, или это необъяснимая вещь, каким в дружбе был… Я так понимаю, что если вы сделали с ним 20 спектаклей, то вы дружили. Но невозможно сделать с ним 20 спектаклей. А каким он был другом? Он был тоже как бы как в театре, он был начальником в паре или нет? Каким он был друг? Ну, вы знаете, я бы не сказал так, да? Потому что, вы понимаете, он человек удивительно такого гибкого ума. И, ну, я же там про эрудицию… То есть, про эрудицию какой-то бэкграунд, который ему позволял все делать. У меня тоже достаточно как-то гибкости, чтобы не напарываться на какие-то вещи, о которых вы говорите, наверное. Наверное, потому что, наверное, в принципе, можно было бы, как бы сказать, сделать какой-нибудь тут таран или какое-нибудь токновение Айтбергов. Я, в общем-то, как сказать, где-то у нас была запретная какая-то, наверное, территория. Но, в общем, во всем остальном… То есть, вы понимаете, вот опять-таки я говорю, ну, конечно, мы… Как вот наша дружба, да? Потому что все-таки мы очень много общались. Вот все эти чтения, даже не просто чтения, мы иногда вот просто, Каталин, собирались просто вот, как сказать, без разных чтений и так далее. Ну, в общем, конечно, в основном это была творческая дружба, потому что вся она была закручена вокруг вот очередной темы. И даже если мы встречались просто так вот, да, то все равно это было нацелено на очередной спектакль. То есть, это всегда было корыстное в смысле эстетических целей. Это не просто так вот мы как… А вы говорили, вот вы собирались, говорили про театр. Конечно, ну, а как же, да. Потому что тут очень, ну, естественно, просто понимаете, потому что все-таки Юрий Петрович принимал участие, как сказать, ну, как следил за театральной жизнью, и за молодыми режиссерами. И, в общем, то есть, он был в курсе, и, в общем, и театральной жизни, и не только театральной жизни. Они вот, как сказать, обсуждали самый широкий спектр проблем, конечно же. И, в общем, отношение к работающим и к молодым. Я сейчас не буду там пересказывать это все, но, естественно, это все вот был предмет мыши. А вы за… Вот, мне просто произвел, это цифра 20 спектаклей, работают 20 спектаклей. Вы ни разу не поссорились? Ну, вот, ну, к Толинам свидетели, по-моему, нет. Они ни разу не ссорились, потому что, опять-таки, наверное, можно было бы, да, там где-то… Ну, понимаете, а я стараюсь, а не ссориться тут еще. Наверное, тоже где-то можно было пойти на какие-то, может быть, иногда обострения. Потому что, вы понимаете, ну и есть, откровенно говоря, у меня иногда наставал такой момент усталости материала, потому что 20 спектаклей, и, понимаете, всегда темы-то предлагал он. Не всегда были интересные. То есть, понимаете, он предлагал такие какие-то великие темы Шекспира, допустим. Но я бы сам никогда не взялся за Шекспира или за Грибоедова. Я бы не стал их делать. Я понимаю, величие, но это не моя тема. Но ради него это дело. И поэтому, когда уже накапливается такая вещь, что существует тут целый ряд спектаклей, которые мне бы самому по себе не хотели делать, но я делал. Был это. Но я преодолевал. А почему делали? А если не хотели, почему делали? Потому что авторитет любимого? Не авторитет. Нет. А если бы авторитет, я бы вообще... То есть, я бы тогда вообще не стал... Вы знаете, вот любовь. Потому что... А чего вот не сделаешь ради любимого человека? Потому что нет. Но общение с ним стоит гораздо... Ну, в конце концов, мне не трудно сделать то, что мне не очень интересно. Ради... Мне не трудно написать музыку к Шекспиру. Да. Ничего себе. Ничего себе. Ну, и сам Шекспир, я ничего не говорю. Я говорю, сам бы по себе, я бы не стал брать эту тему. А так из любви. Скажите, пожалуйста, Катарина, вот это никого не спочит, кроме вас. Есть люди, которые живут легко, а есть люди, которые живут тяжело. Которые воспринимают мир тяжело. И, ну, как бы, они все принимают близко к сердцу. У них... Вот любимого жил, мне кажется, тяжело? Или это такое ощущение, что он жил тяжело? Что ему очень непросто было жить? Нет, нет. Ничего подобного. Во-первых, он по своей конституции, он был очень жизнерадостным человеком. И остроумным. И не злопамятным. И он любил жизнь во всех своих проявлениях. Как я уже вам сказала, он очень любил музыку. Не напрасно с первого же момента с Борисом Бланком делал доброго человека, который тоже начинал с музыки. Вообще, Юрий Петрович стремился к синтетическому театру. Что это значит? Что, помимо слова, должен был бы быть так же выразителен и синтетическое движение, и музыка. И он конструировал свои спектакли именно из этих составляющих. И это для него был закон. Но это был для него собственного закона. Да, органический, рожденное от него самого. Скажите, вот когда его... Вот мы с Андреем Ивановичем ходили на эфир, пытаясь защищать Юрия Петровича, хотя бы объяснять людям, что с ним сделали артисты его театра. Когда его предали, вот просто ужасно, предали его ученики, в том числе знаменитые артисты. Его нельзя сказать, что его выгнали из театра, но оскорбляли его жену, любимую женщину. Просто оскорбляли публично. А они-то оскорбляли жену любимую, это его любимая женщина. Он тоже это как-то переживал спокойно? Не может такого быть? Видите ли, 11-й год, который был решающим нашей жизни, поскольку я тоже с 97-го года принимала участие в поднять этот театр, который к нашему приезду, окончательному приезду из вынужденной эмиграции в 97-м году было в плачевном состоянии. Так вот, я поняла, что если я не буду рядом с моим мужем, это просто невозможно будет делать, чтобы поднять театр, вычистить, отремонтировать, и чтобы Юрию Петровичу была хотя бы минимальная возможность построить новый репертуар. Потому что, надо сказать, что, наверное, присутствующие и не только знают, что у любимого был абсолютно уникальный репертуар. Он всегда брал лучших русских авторов из-за границы. И все-таки вот случилась эта, ну, мне кажется, такая дикая несправедливость. Человек не мог прийти в театр, который он сделал сам. Он как это переживал? Уже в 2010 году были некоторые признаки, что хотят его, как вам сказать, удалить в кавычках. Потому что было такое письмо, например, в 2010 году, когда мы приехали, брошена была бумага, такое нехорошее обращение ко мне, что сколько еще хочет жить и работать свой любимый муж. Это было в 2010 году. А в 2011 году, когда придумали вот это безобразие, которое я не могу сказать иное слово, чем безобразие, потому что это никакого отношения не имело к действительности, а наоборот наша семья, и в том числе и наш сын, бесплатно тоже работал 6-7 лет, отдавая лучшие годы после университета, чтобы помогать театру и помогать отцу. Так вот, уже не было вот того контакта ни с артистами, не всеми остальными, которые дало бы ему возможность или импульс, чтобы дальше с ними работать. Не было просто условия для работы. И это потом породило вот то, что закончилось таким образом, как в 2011 году. Для него это была трагедия? Видите ли, он уже предчувствовал, что в такой ситуации, с такой злобой и с таким человеческим неприличным поведением со стороны актеров и всех остальных, исключения было крайне мало. Были, слава Богу, но очень мало. Он понял, что нет смысла уже больше работать в том театре, который он обосновал в 64-м году. Давайте посмотрим. Мы уже смотрели репетицию. Сейчас мы посмотрим, как Юрий Петрович репетирует спектакль «Онегин». Давайте посмотрим, Юрий Олегин. Внимание, артисты! Стоп, 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 стоп. Алексей, вперед, вперед, моя история. С этого момента и пойдем. Отсюда, да? Тридцать вторая. Вперед, вперед, моя история. Лицо нас новое зовет. Вперед, моя история. Лицо нас новое зовет. В Пятиверстах от Красногорья, деревни Ленского, живет... Советский, некогда уян, кортежный, шарики-атаман. Дима, вы начинали кусок общественное мнение. Значит, тут нужно... К тому же он сплетен. Он кричит. И вот общественное мнение. Вот это ты должен сломать себе. С одной стороны, да, это гнусно, дурак, дурак. Должен был... Они же послушают, что они про тебя говорят. Это же его, Онегинский, внутренний монолог. Значит, ты-то его должен проживать, когда они говорят. Это внутренний монолог. Отсюда вот, но он же, это разнесется по всей этой провинции нечастно. И вот общественное мнение, и вот на чем вертится мир. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, Онегина Борис Бланк оформил. Да, скажите, пожалуйста, я сейчас хочу у Владимира Вальча спросить. Насколько я, если не ошибаюсь, вы писали музыку к Бесам, который он вставил в театре Вахтангова. Да, да. Вот, ну, вы видели вот тот момент. Это первый за сколько, за много-много лет спектакль в Москве, который он вставил не в театре на Таганке. Это вообще, конечно, гениальный ответ. Вот это гениально. Вот это просто невероятно. Ответить артистам постановкой Беса Достоевского, это вот ответ гения. Это вот не писать письмо. Это был другой человек после этой всей истории? Или это был такой же человек, просто переживший? Нет, конечно, такой же человек, переживший. Просто, понимаете, вот при мне все эти передряги происходили. И тут надо сказать, что они совпадали не только с внешними обстоятельствами, а с крупными такими катаклизмами здоровья, в общем-то, прямо надо сказать, да. И тут это как-то одно на другое наложилось. И были очень серьезные, так сказать, у него проблемы. И это как-то совместилось. Но вот просто надо сказать, что это его, в общем-то, не сломило. Да, то есть, конечно, это переживалось ужасающе, как бы я сказал. Но не было вот этого надлома, да, не сломило. И до самого последнего момента, в общем, еще и с новой оперой, и с большим театром, когда все эти истории были, и он уже, так сказать, с палочкой ходил. И вообще там, ну, вот это потрясающе. Это было то же самое. Вот по сознанию, по психике, да, по какой-то энергетике, это был абсолютно тот же самый человек, даже когда вот он не мог там стоять, да, а сидел. И вот эта сила к жизни вообще, это какая-то потрясающая. И мне кажется, вы понимаете, вот если вот говорить о всех этих неприятностях, то, конечно, очень какой-то вот тоже замечательный ход. Вот Васильев придумал к 100-летию это старик и море, да, потому что вот для меня это тоже, Юрий Петрович, это Сантьяго, да, это победитель, который побежден, но который, несмотря на то, что он побежден, он все равно остался победителем. И, конечно, вот Юрий Петрович именно вот такой уникальный, как сказать, образец. Вы понимаете, сейчас таких людей уже нет и не будет, вот что поразило. Потому что это совсем уже генетически другие люди. Мы люди другой породы. И вот это, конечно, потрясающе. И несмотря на все вот эти самые ужасающие обстоятельства и со здоровьем сейчас уже, можно сказать, это было, и вот с театром, и он, в общем, оставался прежним. Представь, у нас совсем остается мало времени. Я просто, мне, что звать, зритель не простит, если я вас не спрошу, как вы помирились. Люди 30 лет не общаются. А что потом происходит? Совершенно гениально. Через 30 лет мне звонит Анатолий Васильев, его помощник и актер. И говорит, Борь, Юрий Петрович хочет сделать, ну, новую, не то, что новую версию, но немножко обновить доброго человека. И он хочет с тобой встретиться и как-то, значит, сделать все это. Я говорю, так ведь он же со мной не общается, не разговаривает. Да что ты, Боря, говорит мне, Толя Васильев, ты с ума сошел. Он тебя завтра ждет там в такое-то время. Хорошо, я прихожу в такое-то время. Любимов смотрит на меня, я смотрю на него, и он улыбается и говорит, Боря, а почему же мы так долго не виделись? И мы обнялись. Все. И все? Все. А дальше он начал работать так, как будто не было 30 лет? Абсолютно. И не было никаких... Да ну какие там что? Что могло быть? Заканчивая передачу, я хочу несколько вещей сказать. Во-первых, Каталин, я вам хочу сказать, наверное, от имени всех людей огромное спасибо за долголетие Юрия Петровича Любимова. Это как-то не принято говорить. Но мы же все понимаем, что он в абсолютном разуме прожил очень долго, во многом благодаря вам. И мне кажется, что это, в общем, имеет смысл. Мне кажется, правильно это сказать. Каталину Любимова, Владимир Иванович Мартынов, Борис Левич Бланк. Мы говорили сегодня о Юрии Петрович Любимове, которому исполняется 100 лет. Заканчив нашу передачу, я хочу сказать вот, что мне кажется, есть... Ну, я не знаю, учиться ли этому у Любимова или не учиться, но, во всяком случае, понимать, что так можно жить, это ощущение абсолютной свободы. И мне кажется, что если люди, которые считают себя художниками в широком смысле этого слова, или на самом деле являются художниками, я имею в виду людей, которые создают искусство, которые создают миры. У нас есть пример человека, который жил так, как он считал нужным. Всегда. Он мог совершать ошибки, он мог не совершать, но он всегда жил так, как он считал нужным. Мне кажется, что если ты создаешь миры, или пытаешься создавать миры, ты должен помнить пример этого человека и стараться жить так же. То есть жить так, как тебе кажется правильным. Только так рождаются гении, и только так остается человек в истории искусства, когда он живет не по указке, а как бы сам по себе. И он тогда приносит невероятную пользу, и тогда его спектакли, если мы говорим о Любимове, производят невероятное впечатление и остаются на всю жизнь, как они остались у всех, кто видел ту самую лучшую таганку. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго. До свидания. Пока.